Всем привет! С нами Кевин Лерри, глобальный продакт-менеджер игры Medal of Honor Warfighter. Он ответит на несколько наших вопросов. Привет, Кевин! Привет, как ты? В порядке, спасибо. А ты? Отлично, первый день выставки. Мы немного волнуемся. Я хотела спросить первый, как твои дела? Ну уж, ладно. Что ж, начнем. Расскажи, насколько обширной и разнообразной будет система экипировки. О, очень разнообразной. Одна из самых крутых особенностей Medal of Honor Warfighter – это глобальность. Мы рассказываем о 12 спецподразделениях из 10 стран мира. И, как вы понимаете, каждое подразделение полностью экипировано по-своему. От обуви до оружия и носимой экипировки. Все это вы увидите в игре, когда вы будете открывать новых спецназовцев, пусть даже и в одном классе. Они будут отличаться как внешне, так и вооружением. Между ними можно будет переключаться. Вы можете начать со спецназовца-пулеметчика, а затем экипировать его оружием других бойцов. Окей. А будет ли в игре представлена техника и боевые машины? Роботы, например. Да, у нас есть небольшой боевой робот M.A.A.R.S. Это такая маленькая двухколесная машинка с пулеметом и гранатометом на борту. Весьма грозное оружие, которым можно будет воспользоваться как в одиночной компании, так и в сетевой игре в качестве поддержки. А будет ли в игре как-то представлен кооператив? У нас нет привычного режима совместной игры. Взамен есть система напарников по огневым группам. Мы показывали ее в трейлерах, рассказывали в интервью. Эта система уникальна и важна для нас, так как в реальной жизни у бойцов спецназа есть напарник, с которым они постоянно тренируются и участвуют в бою. У оперативников появляется интуитивная связь, и командная работа приносит огромную пользу. Мы постарались отразить это в игре. Так что вы сможете видеть напарника на карте в любой момент, подсвеченного зеленым контуром. Он может подлечить вас или снабдить патронами. К тому же вы получаете бонусные очки за совместное уничтожение группы противника. Поэтому игрокам выгодно действовать вместе. Насколько разрушаемым будет окружение в мультиплеере? Наша игра работает на великолепном движке Frostbite 2, и разрушаемость похожа на таковую в Battlefield 3. Но мы больше фокусируемся на близких боевых столкновениях. Поэтому вместо создания больших разрушаемых территорий, где можно рушить здания, мы уделяем внимание мелким осколкам, взрывам, кусочкам бумаги и прочим мелочам, которые формируют ближнее пространство. У нас нет масштабных боев с использованием техники, но разрушаемость есть. В игре есть эпичные моменты. Например, в конце уровней показываются масштабные разрушения. Но акцент в игре именно на близких столкновениях и микроразрушениях, укрытиях и подобных вещах. Что ж, получается, разрушаемость, отличная графика, Frostbite 2. Какими же будут системные требования игры? У нас такие же системные требования, как и в Battlefield 3. Они достаточно приемлемые. Игра пойдет и на слабых системах. А чем мощнее ваш компьютер, тем лучше она будет выглядеть. Хорошо. А как игра и ее режимы будут поддерживаться в Battle.Log? Мы еще не раскрывали подробности про Battle.Log, но это будет похоже на то, как он работает с Battlefield 3. Статистика, общение с друзьями, болтовня на стене, приватные матчи. Одно из крупных нововведений, о которых мы начинаем рассказывать, это мета-игра по сути о гордости нации. Ее суть в том, что, играя в сетевую игру, вы получаете значки, с помощью которых можете поддержать одну из 193 представленных наций. Так что, если спецназ вашей страны не показан в игре, стран в игре 10, то вы можете выбрать любую страну в мета-игре, пользу которой вы будете сражаться. Отлично. Можешь ли ты поделиться планами о поддержке игры после релиза? Ждут ли игроков дополнения, расширяющие игровые возможности? Дополнения мы пока что не анонсировали, но мы, безусловно, планируем поддерживать игру. Мы знаем, что игроки обожают, когда в игре появляется новый контент, и это важно. Но прямо сейчас наша первоочередная задача – запуск игры, которая состоится в конце октября. Затем мы будем поддерживать игру, а Battlelog – отличный инструмент для этого. Здорово. А что тебе лично больше всего нравится в Medal of Honor Warfighter? Мне очень нравится система огневых групп. Это товарищество в бою. Оно интереснее, чем воевать в одиночку. Я ловлю себя на том, что постоянно слежу за напарником, с которым уже давно играю. Например, вижу, что напарник обходит здание с левой стороны, пусть он даже не в прямой видимости, но я вижу его сквозь стену. Тогда я решаю зайти с другой стороны, чтобы прикрыть его или перекрыть проход. Игровой процесс становится более тактическим, особенно если вы на голосовой связи друг с другом. Это весело, и думаю, игрокам это тоже понравится. Отлично. И последнее. Скажи пару слов для русскоязычного сообщества игроков. Конечно. Ребята, спасибо, что ждете Medal of Honor Warfighter. Игра отличная. Надеемся, вам понравится. Увидимся на поле боя в октябре. Спасибо. Спасибо.